Доктор Эдвин Люпин Доктор Эдвин Люпин принимает происходящее со смирением и достоинством, но всего лишь на пару секунд. Доведенный до безумия, он отправляется в прошлое, дабы пасть до воровства величайших изобретений человечества. Сможет ли неумелый Кельвин, движими минимальными представлениями о правильном и неправильном, предотвратить крах пространственного временного континиума, или допустит его уничтожение, подтвергая вселенную в забвении? Вена, 1804 год Чудесно. Прошло всего 10 секунд, а игра уже прибыла рейтинг 18+. Кельвин? Кельвин, Кельвин, ты меня слышишь? Ага, Лиза? Кельвин, ты живой? Ты в порядке? Ну, напор воды на мой вкус был слабоват, но... Кельвин, сосредоточься. Где ты? Что ты видишь? Эм, похоже на центр города, где-нибудь, возможно, во Франции. Ладно, хорошо. Система сообщает, что ты в Австрии. Австралия? Ой, гудай, майт. Австрия, Кельвин, а не Австралия. В 1804 году. Так почему Люпин прибыл сюда? Похоже, он оцелился на Бетховена. Пса. А, композитор, Кельвин, согласно истории, Люпин Бетховен сочинил всего 4 симфонии до выхода на пенсию в 1804 году. Статистика, маловероятно, что такой гениальный человек вот так внезапно завершил свою карьеру. Ты сказала, что Люпин решил помешать Бетховену, чтобы саму написать остальные симфонии? Именно. Тебе нужно найти Бетховена и заставить написать его пятую симфонию. Понял. А как звучала эта симфония? Кто знает, она была стертой из аналовс истории. Кельвин, ничего, ломай ударь и еле глупостей. Как всегда, в темном углу ютуба с вами Вспунчик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Нашел вот этот вот квест, он, как говорили, интересный, смешной. Ну, вроде начала ничего так. Его стоит пройти для канала. Ну, единственное, что плохо, он короткий. Но это я не считаю, что плохо. Так, с чего здесь... Тут я уже немножко ознакомился с управлением, и тут есть одна интересная кнопка, которая мне очень сильно понравилась. Это то, что можно осматривать интерактивные места. Мне не придется в этой игре заниматься пиксельхантингом. Это для меня просто замечательно. Это так меня обрадовало, когда я узнал, какое здесь управление. Так, ладно, жалко, что эта игрушка не работает с джойстиком, никак не контактирует. Ладно, что ты мне можешь рассказать об этом конусе? Просто самый обыкновенный армированный стальной конус. А мне вообще есть смысл ко всему здесь притрагиваться? Выглядит довольно горячим, не хочу обжечься. По-моему, смысла нет никого. Да кому нужны видеоигры, когда есть это? Так, и куда мне идти? Мне надо, как я понял, Бетховена найти, чтобы он пятую симфонию написал. Ух ты, какой он здоровый и страшный. Он, наверное, как когда пришел сюда, пошел в бар. Так что надо сюда заглянуть, вышибал. Но, наверное, меня и не пустят. Тихой ночью, не так ли? В данный момент все богатые снобы за этой идеей слушают музыку богатых снобов. Так вот, кто там пьет богатые снобы? Все там либо богатые снобы, либо знакомо с богатыми снобами. Таковы правила. Ммм... Здесь недавно не проходил какой-нибудь ученый с безумными глазами, я могу войти. Ты не знаешь Бетховена внутри? Бетховен внутри? Ты не знаешь, есть ли Бетховен? Кто? Людвиг Бан Бетховен, легендарный композитор. Как он выглядит? Безумная прическа, пронизывающий взгляд, слабослышащий. А какой парень даун там? Выглядит очень разносадованным, когда входил. Я могу надо войти? Ммм... Нет. Почему нет? В заведении действует строгий дороскоп. Ээээ, разве... Но ты носишь старую дешевую майку. Разве похоже, что я внутри? Тише вышибало и что-то такое он сказал. А я смогу войти, если найду модные вещички? Ммм... Нет. Что еще не так? Ты выглядишь недостаточно взрослым, из-за того, что припевать. Это все усложняет. Охотно верю. В каком году ты родился? 2000... Ээээ... Точнее... Неплохая попытка, пацан. Иди поиграй на ярмарке или где-нибудь еще. Эээ... Я знаю владельца, дружок. Если ты не впустишь меня прямо сейчас, я скажу ему тебя уволить. Действительно, и как его зовут? Как... Его зовут, эээ... Глен? 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 Хант. Сори, дружок Глен Хант продал это заведение около месяца назад. Теперь здесь новый владелец. Да ладно. Ну чуть-чуть не угадала. Было близко, было близко. Здесь недавно не проходил какой-нибудь ученый, это... С безумными глазами. Шутишь? Это Виэнна. Половина здешних людей, чудаки с безумными глазами. А как насчет низкого чудака с безумными глазами? Прости, пацан, но по сравнению со мной все кажутся низкими. А тебе проваливай. Так, а что я еще? Я знаю владельца. Ну все, я... Я еще вернусь. Я еще буду здесь. Карета. А там может кто-нибудь сидит. Я не эксперт в карете. Но кто бы ни владел, он определенно может позволить себе... Платить за парковку. Или не может. Ну-ка, мне что интересно стало. Может все-таки. Может быть я в мусорке какие-нибудь модные вещи найду? Мало ли. Я и вправе там что-то нашел, да ладно. И что же это? Клочок бумаги. Видите, дети, копаться в городских помагах безопасно и весело. Бред какой-то. Постер, а кто это? Может быть я знаю ее? Ну или он. Только знав точнее ночи, мистера Митро Эльс Фрэнсис исполнит свой знаменитый завоевательный концерт. Интересно, почему Люпин не обратил внимания на это? Или какой концерт там был? Взевательный концерт. А, завоевательный. Это что, так будет интересно? Пошли в переулок, может быть я там что-нибудь найду. Горшок только здесь нашел. Кажется, внутри что-то движется. Да лучше туда руки не совать. А я могу здесь выиграть? Здравствуй, владелец колец. Эй, ты мальчугар. Вы это мне? А кому же еще, сынок? Старик, не 26. Ну, воображение у тебя еще то. Вы серьезно? Я... Постойте. Это кольцеброс? Именно он. Ух ты! Можно мне сыграть мистер? Пожалуйста! О, конечно, сынок, если у тебя есть несколько лишних монет. То да. Эх, старик, ну вот опять. Можно мне хоть разок сыграть бесплатно. Там, откуда я родом, дают поиграть чуть-чуть бесплатно, а потом неожиданно ты не можешь остановиться. Боюсь, что нет, мальчугар. Опытником ярмарки тоже нужно питаться. Ты же понимаешь. Что я получу, если выиграю? Сегодняшний приз билет на нашумевшую Визенскую симфонию. Воу! Воу, вот это да. Ясен пень. Я, видимо, туда пройти не смогу без билета, и мне по-любому придется сыграть. А как я смогу вообще выиграть? Не, а если вот по этой табличке надо будет где-то найти один доллар? В помойке я его, к сожалению, не нашел. Слушай, жуткий горшок рядом с вами. А это, он принадлежит заклинателю змей. Он ушел на перерыв, но есть он в больнице. Перепил и пытался зачаровать флейту, сыграв на ковре. Упс. Упс. Флейту пытался зачаровать, сыграв на ковре. Хе-хе-хе-хе. Неплохая история. Хомба. До встречи, да. Табличка один доллар. Может, я ее смогу продать. Хоп. Я ее забрал. Зачем она мне? А почему здесь одноглазый крот? На самом деле, ты не можешь выкинуть плотов из головы, пока по ней не побьешь. Хе-хе-хе. Что-то здесь как-то совсем все плохо. Ну и местечко, гадалка. Нагадай мне доллар. Вау. Вау. Вы гадалка? Именно. Судьба, прорицатель и пророческие предсказания. А, прорицание. Единственное, что мне не доставало. А, и денежное. Можете предсказать мне судьбу? Могла бы, но темное и жуткое зло лишило меня сил. Вау. Аура высасывает злобный дух? Не, какой-то дураккий турист бежал с моим хрустальным шаром. Вы не привели это, да? Ну что сказать, предсказание таинственное и капризное премесло. Да ладно вам, разве не можете сделать простейшее предсказание без хрустального шара? Ну не знаю, а ты можешь построить простейший замок без камбии? Аргумент принят. Надо где-нибудь будет еще шар это найти. А где я его найду? Что я пока даже и не представляю. У вас были видения о том, каким станет мир через 200 лет? Конечно. Безумное место. Повсюду ездят механические телеги, не нуждающиеся в лошадях. Там есть масса всяческих сладостей, но люди почему-то по-прежнему едят капусту. Ох, да. И еще у каждого есть волшебный прямоугольник, с помощью которого они шлют друг другу картинки своей... И свои гениталии. Вау. Да, и вправду удивительно. А вы не знаете, где можно найти битхолер? Это улица? Расценю это кахнет. Еще увидимся. Знаю. Что-то как-то у меня не получилось для нее голоса придумать, за время того, пока я с ней рисковалил. По-разному все время ее как-то озвучил. Ну ладно. Что сделано, то сделано. Так, а что мне делать-то? Я могу еще куда-нибудь свалить? Надо, кстати, там до конца все проверить. Я куда здесь еще могу нажать? Покидать я ничего не могу, да? Может быть, я что-то найду, если просто. Нет, ничего я не найду. Зачем я это прощелкал? Это что такое? Круто. Пробей кота. Ах, он сломан. И я еще сюда не нажимал. И замерь свою силу. Вот это стучная труба. Похоже, я пропустил ливень. Ну да, судя по тому, что здесь лужа. Вода до сих пор оттуда течет. Здесь и вправду был ливень. А что мне делать тогда? Куда мне идти? У меня есть еще какие-нибудь варианты? Надо где-нибудь проверить. Походи здесь. Мало ли, может, я что-нибудь пропустил. Кстати, меня туда больше не показывают. Ладно, пошли сюда. Может быть, мне и не нужен билет. Я молоток могу взять. Хоп. Собрал. У меня, кстати, еще и табличка есть. Может быть... Мне теперь надо подчинить какой-нибудь автомат, поставить табличку 1 доллар, тем самым я заработаю денег. Потом я сыграю в это кольце и получу билет. Таким способом. Просто для чего мне молоток еще может? Аммированное стекло. Ну-ка, я могу взять свой... Молоточек. Молоточек, я сказал. Используемый... Да. Бац. Да ладно. Ничего себе. Хорошо, сейчас не экстренная ситуация. Это экстренная бутылка воды за самым крепким стеклом в мире. А что, стукни по нему еще раз. Неужели не сработает? Бац. Вау. Гуд. Да, автомат с жвачкой. Зачем он мне... Это... Это... Безбожно устаревший автомат. Скрипка, витрина. Для чего мне все это? О, я открыл. Я могу... Положи на место. Ладно, я положил что-то кричишь-то. Ого, скрипка. Стродивария. Это же страдивария. Сия скрипок. Ладно. Куда я еще могу тыкнуть? Картины, еще портреты. Это случаем не наш безумный ученый. Ничего себе. Действительно смогли передать его жуткую... Имейте уважение. Любим величайший в истории гений. Да ладно. Однажды я видел, как он пытался есть двурит, держа его словно кукурузным... Чего? Кукурузный початок. Она, подсписывая Юрина Себастьян Тайхер, играет в гляделки зеркалом. Легенка выгласит, что он победил. Ну ладно. Куда я... Ну, я могу в коридорубь пойти, да? Ты же меня пропустишь. Проходят только для купивших билетов. Благодарю. Окей. Мне еще и надо будет этот потом утащить. О. А я с подсвечника что-то могу взять. Наверное, эти свечи неслабо там застряли. А что мне делать-то? Что мне делать? Идь. Я не могу так сделать. Ааа... Не уверен, что за это бросит меня... А, не уверен, что за это не бросит меня в темницу. Так, а что мне тогда делать остается? Что мне сделать? Надо подумать. Хорошенько подумать. Может быть, вышибало молоточком один раз приложить? Я просто что-то даже не понимаю. Ааа. Ну-ка. Ну-ка. Я же придумал. Идь. Ты что, хочешь, чтобы я платил за парковку здесь? Считайте это показателем достояния. При парковке здесь, вы как бы говорите, у меня столько денег жить, что я могу потратить их на бесполезную парковку. Это превосходно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эй, Франц! Я видел, как ты парковался на бесплатной парковке словно. ХОЛОП! Хе-хе-хей. Б mic. Так он же сам парп breakovался на бесплатной парковке. Хе-хе-хе. Ничего себе. Парень не так грубо... глупо иногда бывает. Теперь у меня есть деньги. У меня есть монетки. Я хочу сыграть. Кольцеброс, пожалуйста. Вот ваши деньги. Благодарю, мальчугас. Возьму твое кольцо, вставай и бросай, и побежь, да! Это босс, звучит весело. Так я же встал. А, мне надо вот так именно сделать. Шух, давай, кинь, щас. Хоп! Почти! Что за... Кольцо ни за что не попасть на один из них. Повезет в следующий раз. Как так-то? А что мне теперь делать? А я теперь-то смогу бросить, или может мне как-то надо что-то... Я даже предметы могу сочетать как-то. Я не уверен, что они совместимы, и вправду. Но это наверняка сейчас не получится. Хоп! Ооо, почти. Так, опять он говорит то же самое. У меня с этим никак ничего не получается. А что если я куплю? Дай-ка мне колечко. Так, и как-то не знаю, надо с этим кольцом что-то сделать. Молотком я его подправить не могу. Ну, кольцо я себе оставлю, мало ли. От этого он шире не станет. Да, он даже мне намекает, что мне просто надо сделать его как-то шире, после того, как я его купил. А у него совершенно другое кольцо, такое бы налезло. И где мне можно сделать его шире? Кто-нибудь может себе представить? Не знаю, может его на конус натянуть? Может быть, это сработает? Оп! Узрите! Я творю искусство! Да ладно. Было бы более вызывающее, и быть, кольцо чуть пониже. Вызывающее? Вызывающее? Да. Может, молоточком подбить? Опа! Моё желание творить искусство, но прежде чем... Чё-то я не успел это прочитать. Да я даже не попытался. Теперь смотри, как я это кольцо мастерски туда заброшу. Оно растянуто. Хоп! И я попал. Какого чёрта ты... Ты облапошил меня? Ты... 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 Ты облапошивающий облапошивщик. Ладно. Вот он. Чего он там еле сказал какую-то? Непонятно. Облапошивающий облапошивщик? Или как это там было? Это ужасно. Так, у меня теперь есть билет. Теперь я смогу попасть весь... Туда. Дальше. Куда мне нужно. Мне, кстати, надо будет, скорее всего, воду как-то оттуда достать. У меня молоток до сих пор есть. Да, у меня молоток есть. Смотри, вот он мой билет, а? Смотрите и рыдайте. Огуречно-ватый билет на симфонии. Что же... Откуда он у вас? Не имеет значения, и вы не это знаете. А теперь пустите меня. По-вашему, постарайтесь не сорвать выступления своей болтавнией. Ничего не обещаю. В гардероб могу зайти? А там весят действительно стильные шмотки. Пожалуйста, предъявите ваш номерок, если хотите получить свою одежду. Надо у кого-то номерок украсть. Пошли в театр. Лэрт. Буря. Буряна. Тагист. Богачи. Сумочка. Он билетик торчит. И... Да, это только богачи. Она что, сделана из зеленой кожи? Не так или иначе, кажется, сверху торчит какая-то бумажка. Да это билетик. Откуда здесь металюга? Тоска объявлений. Что здесь? И куча разных бумажек. Не думаю, что какая-то из них не пригодится. Ну ладно. Привательница, да ладно. Эх, никогда бы не подумал, что под эту музыку можно трясти головой. Прикалывайся, кач просто нереальный. Сыграя кроваво-дьявольские муки. Ничего. Не ожидал я такого. Может, ты можешь помочь мне уговорить вышибал? Эй, может, ты можешь помочь мне уговорить вышибал? Чего? Ни за что. Этот чувак меня пугает. Уверен, ты сможешь его уговорить. Ты выглядишь довольно сурово. Вряд ли. Я боюсь всего на свете вышибалок, пугов и так далее. Кто этот парень на сцене? Ты серьезный, чувак? Это Митю Черчилль. Он большинство звезд его могучим Фениксом. Но под большинством ты подозреваешь себя? Именно. Да восстанет Феникс! Заткнись! Чего там? Я как-то упустил, что он там в конце сказал. А в зал я смогу пройти? На музыку нет времени. Не, на важном задании. Так утащи билетик из сумочки. Кто может меня заметить, если я решу его вытащить А, меня могут заметить, если я решу его вытащить Окей Лампа Допудет свет Попытка, не пытка Как-то мне надо Осветить это место Только как Что здесь еще есть? А здесь у нас что? Иии, теперь меня тошнит Окей Эй, всего один чувак Я думал, еще будут тумбы и все остальное Ну ладно Подсвечник Мне надо свечи, пожалуй, не стоит Этот парень вышвырнет меня отсюда Мне надо где-то свечи найти Теперь Чтобы я смог Там зажать свет Отсюда я из подсвечника ничего вытащить не смогу Потому что он говорил, что они там не слабо застряли Ну-ка, плафон, что-нибудь с ним я могу сделать А, я не хочу обжечься, да? Как ты говорил А что мне? Что мне? Что мне? А ну-ка, плафон, что у нас здесь? О, а вот здесь есть свеча Как раз которая мне и была нужна А я могу Потом отсюда Эту свечку Поджечь Себе Чтоб потом Опа И в порфире ее уберешь Да Это наверняка безопасно И там теперь можно зажать свеч Свет Пока все простенько Так проходит Немножко маленький затык, конечно же, был Но я быстро исправил это Как я ее в порфель же убрал Он же сам удивился Хоп И что тут у нас есть? Тут есть маски какие-то Да ладно Аляп Просто оставлю ее на месте Веревка А-а-а Тряпичная змея О, ясно Это веревка Костюм клоуна Не за что Не возьму его Почему? Сломанная лестница Зачем кому-то понадобилось сделать такую коробку? Постойте-ка Должно быть Гномы реально А что ты спросил? Такую маленькую коробку, что ли? Шва... А, швабра Это швабра из человеческих волос? Фу, точно А что, все остальное тебе больше не нужно? Зачем я взял эту палку? Палка с прорезями Ахахаха Я теперь понял Зачем мне это нужно? Чтобы я мог забрать оттуда флейту Подменить ее, да? Он же ничего не заметит, пока он там читает Если я сюда палку положу Палку положи Давай, хоть попробуй Что вы там делаете? А, я просто любуюсь произведениями музыкального ремесла Я за вами слежу Окей Среди дальше Мне еще надо как-то это аварийное стекло Волокна швабры Зачем они мне? Для чего вообще? Плафон у меня, кстати, до сих пор есть Который я не знаю для чего предназначен А, да ладно Ну-ка Сейчас пойду-ка я на центральную улицу В переулочек И оттуда уже к той Ведьме Почему ведьмы? Гадалки Чего это вдруг я решил ее ведьмой назвать? Эть, держи Эй, сгодится в кассе замены хрустального шара? Позвольте угарить тебя славными предсказаниями Мы тебя дарственным... А, дарственным значит бесплатным, да? Именно Круто Ммм, видения нечеткие, похоже твоя судьба еще не определилась Хотя неважно, кто-то определенно собирается затрелить тебя Что? Вы серьезно? Да, я вижу это в шаре Но ведь предсказание таинственное и капризное ремесло В этот раз все было таинственное ясно Вот черт Ну спасибо, наверное Расскажи друзьям О таком друзьям рассказывать Че-то он какой-то грустенький Эй, расслабься, это всего лишь игра Не напоминай Не уходи из адвокатской конторы, Фридс Гертур, Гергуда меня убьет А, это ему жена говорила так Не уходить из адвокатской конторы Это было единственное твое достояние, где ты мог собирать деньги И больше у тебя ничего нет, да ладно Так И зачем мне это предсказание нужно было Для чего я вообще только что это сделал Зачем мне надо было Не просто же так я это сделал Мне, кстати, надо что-то А, я могу, наверное, с этой, со змеей как-то взаимодействовать, да? Если я сыграю что-нибудь И зачем мне это? Эй, эта кобра знает тон в хорошей музыке Ты уверен? Я не уверен, что они совместимы Ну, мало ли, попробовать стоило Зачем мне эта змея? Может, ее молоточком? Не, лучше не буду Зачем я это сделал? Крот Ну-ка, может быть, надо крота Думаю, с него уже хватит Можешь молоточком вот сюда стукнуть Опа Да, уж, сильно на пути Как у тщедушного студента И не поспоришь И все? И все, может, мне ничего не скажут Вы точно уверены, что кто-то собирается стрелить меня? Безусловно А теперь проваливай Я не хочу умереть в перестрелке Ну, ладно, блин А что мне теперь-то делать? Я даже не представляю Как мне билетик вытащить? Может, их молоточком? Раз, два, и все А, я, может, змею забрать могу? А, и вправо Сдумать это не про меня Келвин, ты там? Как обстановка? Обстановка, она, эээээ Хороша Отлично Что удалось добиться? Но я перебил Нечестные гири на ярмарке А на секунду назад Предложил кобру в свой рюкзак Не надо умничать, Келвин Я не умничаю Я действительно все это сделал Ох Тогда Это гораздо хуже Келвин, прекрати Прожраться собирать всякие Девольские сусед И начни уже Выполнить свою работу Скорее всего Что-то там Это пока было написано Так Что дальше-то? Что дальше? Куда мне идти? Это все спит Может ему змею подкинуть Она убежит Хотя вряд ли такой Огромный парень Испугается Этой змеи Хотя знаете что Эту змею Наверняка надо подкинуть Тем Богатеем Чтобы они испугались Я забрал билетик Там потом Нашел одежду Потом еще что-нибудь сделал Но это уже будет В следующей серии А сейчас Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Всем спасибо за просмотр Пока